Первого енотика мы спасли от браконьеров, наверное, лет 6-7 назад. Мы выкупили енотика, он был в плачевном состоянии, ужасно маленький, недокормленный, то есть было плохо все. Как человек, который занимается енотами уже очень давно, у человека, у которого живет дома енот, я никому не советую заводить енота домой. Завести домой енота – это все равно, что завести ребенка. Это маленькое создание, которое нуждается в постоянной заботе, ласке, вашей терпении, вашем... В любом случае. И все еноты общаются прямым контактом, то есть через лапы и зубы. Поэтому, если вы не готовы к царапинам, к укусам, они будут в любом случае при общении с енотом. Если енот хочет что-то разъенотивать в квартире, то он этим будет заниматься. Плюс, который есть при общении с енотом вообще, когда в губастома живет енот, еноты – очень социальные существа. По интеллекту их приравнивают примерно к трехлетним, пятилетним детям. Поэтому процесс коммуникации с енотом проходит очень интересно. У енота нет понятия «хозяин», как у собак. У енотов есть понятие «семья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова